добрый день сегодня у нас очередное видео с киев мохав случай тоже довольно такой интересный непонятно чем он даже закончится мохав у нас турбодизель трехлитровый история началась того что человек по тем видео которые уже выходили обратился к нам с посторонним шумом с двигателя и вроде бы как с диагностик ходовой да делали диагностика ходовой якобы съедает переднее левое колесо резину сделали диагностик ходовой выяснилось что там разбило шару опору и втулки стабилизатора задние вот и то есть из рекомендации нас были втулки стабилизатора задние вот они я их снял тот просто привез человек не свои вот она полностью у нас разбита все изношено стабилизатор прыгать жесткая сзади здесь стоят и шарова опора и также приговаривали приводной ремень и ролики понятно что на киев мохав все это очень и очень дорого то есть совсем не дешево то есть комплект ремня и роликов это не дешево далее рекомендации нужно было делать выставили так сказать счет человек отказался и уехал и вот прибыл он к нам спустя два месяца на эвакуаторе на эвакуаторе якобы оборвался приводной ремень там все валяется открыв капот посмотреть что там целое я говорю в чем дело то почему все антифризе и то есть в расширительном бачке у нас ничего нет в радиаторе я не знаю сколько стало двигатели понятия ними и на это он ответил что он проехал еще без ремня без ничего где-то километров 10 так вот чем был ли перегрев мотора не был то есть выясним сегодня будем ставить шаро опору втулки то есть все что было в рекомендации но при этом он признал когда мы только встретились ним на улице и он сказал да скупой платит дважды а может быть и трижды ну посмотрим здесь разбивает втулочку дело в том что вот это натяжной ролик с его же механизмом идет сборе его перекосило вот так в одну сторону вот так вывернуло и ремень ну я так предположил что он соскочил потому что видно визуально что он прям вообще в сторону он будет меняться сборе он оригинальный клиент привозил сам свои запчасти втулку стабилизатора вот он привез но с такой огромный отверстием это как выяснилось kia sorento bl передние а у него должны быть маленький зайд это он привез одну по одному ролику ему отказали вообще приводной ремень по одному ролику вообще ему отказали и заказал он его у нас здесь у нас фбс фбс довольно такой известный бренд принципе неплохие много делают всяких роликов грузов и так далее так далее вот он тоже ролик будет что-то они крутятся и еще один ролик они не смогли найти даже программе и заказать его дело в том что именно на kia mohaf на дизеле мы должны зайти не в ремень приводной не не в помпу нигде надо зайти электропроводку найти генератор и он прикручивается прям генератору то есть такая непонятная своя сложная как как бы этот при поиске программе то есть этот ролик найти довольно сложно которая вас там находится шарово опора сетир корея аналог сетир ну не сказал бы для людей кто часто ездит по плохим дорогам и всяким этим не знаю даже подойдет она не подойдет тут у нас смазочка есть все это на объем колечко поставим рычаг смотрите рычаг я снял для того чтобы быстро и удобно снять рычаг надо снять подкрылок это не сложно снять подкрылок две минуты все на клипсах потому что рычаг у нас находится вот здесь вот так тут идут два болта и подкрылок очень сильно мешает откручивать этот и вытаскивать был принципе рычаг вот он вот я не снимал шару специально для вас оставил и человек утверждает что все прекрасно я говорю но друг ты убьешь себя и остальных то есть вот так выглядит шару опор то есть и в этот раз после того как все таки оборвался приводной ремень мне удалось убедить его заменить вот это наверное была смазка да вот этот пластилин это смазка удалось убедить его заменить шару опору она у нас перепрессовывается вот ее перепрессуем так визуально похоже что она цель блоки в рычаге целые и все остальное мы прошлый раз смотреть сейчас я закончу с этим и потом мы перейдем уже к ремню разберем вытащим оттуда все что у нас осталось визуально увидим что разбило и поймем может быть нам что-то нужно еще сняли диффузор добрались до вот этого всего что тут натворилось вот он ремешочек у нас оторванный намотан на многих там шкивах размотался вообще прям на виском ултик кусочек снялся а ремень ремень сам не порвало вот он натяжной ролик его видно что он сместился на один ручей и ремень просто скинул ролик конечно там крутится как будто квадратный а так вот смотрите то что вот то есть он ходу вам прям ходит туда-сюда вот вот и вся наша проблема то есть разбила вот эту втулку вы их бывает так как при натяжении вот здесь вот разбивает вот эту втулку она у нас как подшипник там маятник работает ее разбивает то есть болтается на час именно здесь сейчас открут вискомуфту хотя не получится замотаны все болты или вентилятор буду здесь отворачивать болты есть тоже неудобно либо буду отматывать по одной ниточке как-то вот дергать надо тут есть два способа открутить вентилятор или открутить полностью вискомуфту также здесь в рекомендациях на этой машине сегодня завели с утра без ремня на улице заехать завелась тяжеловато и шел сизый дым потому что здесь горит ошибка по обрыву четырех из шести свечей накала но причин может быть как сами сгоревшие свечи так и сгоревший блок управления свечей накала вот папа клиент не смог сам заказать я приобрести этот ролик потому что ему сказали что его не существует и есть он по и вот это самое главное что он здесь ничего не намотал и не оторвал ну вот он ролик который на генераторе у нас будет оригинальный ролик об одной он у нас по бестовский будет сюда его закидывал и вот виновник то есть сам ролик шумит а разбила вот здесь вот этот подшипник внутри то есть вот она выходит ржавчина и вот вся болтается втулку можно конечно попробовать ударить молотком разлетится и все это увидеть то вечно можно не нужно будет маятник самки который разбил у нас вот здесь все заржавело получает стоят две втулки два вкладыша и без маски вот она выработка начал болтаться перекосила его вот здесь еще увидел такую вещь на фильтр сакура один из самых худших его нежелательно использовать фильтрующий элемент очень плохого качества он проскакивает забивает регулятор сказали что якобы на то у нас где-то багажнике сейчас посмотрим что клиент в этот раз приобрел какого качества может конечно где-то и в салоне нету багажнике откроем так и что тут у нас есть имеется у человека даже есть антифриз долить уже экономия смотрим фильтр он салонный мандо воздушный пойдет масляный фильтр и колодки зачем-то лежат передние но они нам не нужны это масло красненькая какой-то из p3 а psv это гур и вот она опять сакура вот этот дяденька веселый говорит что улыбаться вы не будете когда все это произойдет не советую категорически не советую ставить данные топливные фильтра сейчас устанавливаем все необходимые запчасти у нас есть будем делать то заводить греть и посмотрим начнет ли она нам булькать из радиатора ремешок поставили все удачно успешно то произвели втулки шаровую заменили вот у нас остался момент по свечам накала но клиент пока отказывается менять их не хочет то есть у нас есть ошибки по обрыву цепи напомню что у нас причины могут быть все закончил причиной обрыва свечей накала могут быть не только сгоревшие свечи но и исправность самого блока управления свечей накала то есть он у нас также часто выходит в строй как и свечи поэтому прежде чем менять ли свечи нужно поверить сам блок управления здесь по двигателю у нас по факту был перегрев то есть это прям был факт большое количество отсутствия охлаждающей жидкости то есть все было облито залито на данный момент все прогрели проверили вроде бы как ничего не газит но если допустим у нас прям очень очень сильно газит головка то сейчас отсюда будут идти бульки ничего подобного пока нету хотя мы не смогли не можем дать здесь сервисе и полную нагрузку это можно лишь только прокатит может быть на высоких оборотах при максимальной рабочей температуре у нас и что-то появится на будущее если если вам говорят сделать сделайте постарайтесь иногда бывает дорого иногда бывает это не кстати неудобно сложно но все же то есть верьте слесарям мастерам то есть чтобы не попасть вот такие неловкие ситуации то есть получается человек потерял день потерял деньги на эвакуатор и т.д. и т.д. то есть и не знаю чем бы все это обернулось может было бы еще и худ ну все мы тоже что сделали все закончили сейчас будем звонить клиенту радовать его все всем до новых встреч ждем вас спасибо